Польза мер Очень интересных и даже известных людей, в том числе и бизнес-спикеров, и консультантов, и людей из творческого мира. И сегодня у нас, кстати, тоже будет человек из мира творчества, и человек очень медийный, очень известный. И поэтому тема сегодня, я думаю, что будет очень интересна и крайне полезна для всех. Наша задача в самом деле показывать вам людей максимально полезных, тех, кто дает лайфхаки, какие-то советы, пожелания, рекомендации, те, которые в самом деле можно положить в свой багаж знаний и использовать их в своей повседневной жизни или в бизнесе. Это уже на ваше усмотрение. Коллеги, сегодня у нас в гостях человек в самом деле медийный, в самом деле известный. И для меня несколько даже волнительно брать интервью у человека, который интервьюирует профессионально и на телевидении. Зовут его Андрей Маркович Максимов. Андрея Максимова представлять действительно достаточно сложно, потому что он человек крайне многогранный. У него очень много отраслей деятельности и интересов. Но уж думаю, что абсолютно любой его знает как телеведущего. Он ведет совершенно прекрасную программу, которая называется «Дежурный по стране» с Михаилом Михайловичем Жванецким. Это уж точно вы знаете. Кроме того, что он телеведущий, он еще и режиссер, писатель. И представляете, Андрей Маркович издал уже более 50 книг на совершенно разные темы, на совершенно интересные темы, полезные темы и так далее. И, конечно, если бы мы оба были помоложе, то, наверное, я бы сейчас должен был брать интервью на том, как вы сделали этот успешный успех. Человек продвинутый, медийный, известный. Но мы про успешный успех говорить не будем, потому что мы оба относимся к этому с легкой иронией и с определенного рода позиции. Мы сегодня поговорим о совершенно необычной стороне деятельности Андрея Марковича. В свое время я познакомился с его теорией, практикой, которая называется «психофилософия». Это, кстати, его термин, его бренд. И меня очень заинтересовала эта тема, и мне бы хотелось поделиться с вами через Андрея Марковича именно информацией, той, которую он наработал долгое-долгое время. Итак, коллеги, добро пожаловать в студию. Андрей Маркович. Добрый день, я хочу вас поправить. Извините, я не веду программу «Дежурный по стране». Некоторое время я веду программу «Наблюдатель» на канале «Культура», а программу «Дежурный по стране» ведет другой ведущий. Просто чтобы было все. Ну, я к тому, что вас все знают по этой программе. 16 лет я ее вел, да, это правда. Вот в этом и соль информации. Андрей Маркович, как вы дошли до самой тематики психофилософии? Поскольку я всю жизнь беру интервью, то меня в какой-то момент стали звать читать лекции про то, как получать от человека необходимую информацию. Я придумал свою теорию, вышло несколько книг, вот «Общение в поисках общего», самая такая книжка, в которой наиболее подробно это все описано. И ко мне после лекции стали подходить люди и задавать мне вопросы, которые не имели никакого отношения к общению. Например, у меня проблемы с ребенком, у меня проблемы с женой, у меня проблемы с самим собой. Я, размышляя над этим, пришел к следующему выводу, что каждый человек, 100% людей, 100% вас, кто смотрит нашу программу, являются психологическими консультантами. Все люди. Потому что к нам ко всем приходят родственники, родители, дети. Маша, я живу с Машей, она мне изменяет у меня, проблемы с Васей, у меня уже. И мы даем им советы, исходя только из одного, из собственного опыта, и больше ни с чего. Что неправильно, потому что Господь стучный мастер, и опыт родителей даже не всегда может пригодиться детям. И я понял, что нужно придумать систему, которая поможет людям, помогать людям. То есть, когда к тебе приходит, а это происходит, повторяю, регулярно, человек с какими-то внутренними проблемами, или, как говорится в психофилософии, человек в трудном состоянии, чтобы ему давать советы, исходя не из собственного опыта, а из какой-то системы. Так постепенно, в течение 10 лет рождалась эта система. Я 10 лет читал только книжки по психологии, и, в общем, у меня был такой огромный момент самообразования, когда я должен был понять все, что народ, мир к этому моменту понял вот в этой проблематике. И так постепенно рождалась психофилософия, которая в 4 книжках или в 5 описана. А последняя книжка «Удовольствие жить» и другие привычки нормальных людей, которая вышла в Питере, что мне приятно сказать, в издательстве Питера и в городе Питер, это наиболее полная книжка, которая рассказывает про эту проблематику. Вот если, ну, максимально кратко, я понимаю, что вы еще профессиональный лектор, вы читаете лекции, у вас есть свои семинары. Можно вот людей ввести? Вот что такое психофилософия? Когда к вам приходит… Психофилософия – это система теории и практик, которые помогают людям, помогают людям. Конкретно, что происходит? Когда к вам приходит человек в трудном состоянии, например, он склонен к депрессии, или, например, ему кажется, что он напрасно живет, или у него проблемы с детьми, или у него проблемы с женой, как правило, ну, почти всегда, этот человек живет не так, как хочет. Мы очень редко об этом говорим. Желание с точки зрения психофилософии – это главный движитель человеческой жизни. Так должно быть. Если человеку плохо, значит, у него либо нет желаний, что редко бывает, либо он хочет одного, а живет по-другому. И поэтому первое, что нужно постараться сделать, надо постараться помочь человеку, а – осознать его желание, и, б – понять, почему он живет не так, как хочет жить. Как правило, это не обстоятельства, а это он сам так делает. Психофилософия исходит из того, что не обстоятельства формирует человека, а человек формирует обстоятельства. То есть мы живем так, как мы хотим. И когда женщина живет с пьяницей мужем, который ее, вот я, у меня, моя последняя жена, крайняя, как сейчас принято, она из Питера, я видел, она жила в коммуналке. И каждую пятницу в семье, которая жила в коммуналке, муж бил жену до крови. Жена запиралась в ванной. Он приходил в себя, просил у нее прощения, он приходил в ванную, и там у нее, значит, все происходило. Это происходило каждую неделю. Значит, этой женщине это нравится. Хотя это, в моей точке зрения, с вашей, это ужасно. Человек, как правило, живет так, как ему нравится, и очень часто человек не меняет обстоятельства, не потому что это невозможно, а потому что он не хочет. И можно жить какой угодно печальной жизнью, если ты живешь осознанно. То есть ты понимаешь, что вот так вот я хочу жить вот так. Я хочу жить, страдая из-за любви. Я хочу зарабатывать мало денег. Я не хочу зарабатывать много денег. Все люди говорят, мы хотим зарабатывать много денег. На самом деле это не так. Есть люди, которые хотят, и они зарабатывают. А есть люди, которые мечтают об этом. В психологии, в психофилософии очень важно отделить желание от прихоти. Прихоть – это неплохо бы. Вот неплохо бы мне заработать много денег. Это прихоть. Если я не заработаю много денег, моя жизнь будет бессмысленна, и я зря живу на этом свете – это желание. Желание – это то, без исполнения чего человек меняется. Это очень хорошо видно, когда речь идет о любви. Вот одно дело идет длинноногая, красивая женщина, то может неплохо бы с ней прогуляться. Это одна история. А другая история, которая бывает у человека раз в жизни, два раза в жизни, когда ты понимаешь, что без этой женщины ты жить не можешь. Вот не можешь. Причем она может быть замужняя, она может быть некрасивая. Но вот ты без нее не можешь. Вот это желание. И одна из задач людей, которые занимают психофилософией – это научить людей отделять желание от прихоти. Желание – это то, без исполнения чего наша жизнь будет неправильной, неполной и поверхностной. И надо научиться эти желания в себе различать и реализовывать жизнь. Вот есть какие-то языковые оттенки, да? То есть мы все понимаем, есть желание, есть мечта, есть цель. Вот в этом, так сказать, терминологическом хаосе как можно отделить истинное желание от всех остальных терминов? Значит, был такой американский психолог Ор, он говорил, что в голове человека живут как бы два существа – думающие и доказывающие. У них очень интересные взаимоотношения. Чем бы ни подумал думающий, доказывающий – это докажет. То есть нет ничего такого, чего человек не мог бы доказать себе, если за это захочет. А в чувствах доказывающего нет. То есть принимать решение необходимо не разумом, а чувством, интуиции и, соответственно, желанием. Вот это то, что тоже мы не всегда понимаем. Очень часто мы забиваем свое желание. Нам мир говорит, надо зарабатывать много денег. И мы головой понимаем, да, надо зарабатывать много денег. А чувства говорят, да не надо тебе ничего зарабатывать, лежи и читай книжки. Но ведь мир говорит, что надо, и тогда человек начинает вместо того, чтобы делать то, что он хочет, делать то, что хочет мир. То есть если отвечать на ваш вопрос коротко, надо научиться верить своим чувствам. Чувства гораздо более истинные, чем разум. Потому что в разуме вот есть доказывающие, которые докажут все. Вот люди слушают нас там 10 минут, часть из них думает, какая ерунда, как скучно. И у них есть миллионы аргументов, что это скучно. А часть думает, как интересно, есть миллионы аргументов, что это интересно. А текст мы говорим один и тот же. И вот так в жизни происходит всегда. Если человек не боится, есть целая, но это долго рассказывают, но есть целая история, и она не мной, что-то мной, что-то не мной придумано, как развивать интуицию. Но как минимум надо про это думать. Очень часто у нас бывает такая история. Ты едешь на машине, есть короткий путь, есть далекий. И ты понимаешь, надо ехать далеким. Ну, Глава говорит, с ума сошел. А ты едешь коротким, а там авария, ты два часа стоишь. И вот эти все вещи нужно рефлексировать и запоминать. Когда мы не поверили своей интуиции, и получилось плохо. Есть такая смешная история, называется счастливая одежда. Вот люди говорят, ну, вообще-то глупость какая-то. А на самом деле ты чувствуешь, вот я одену этот свитер, и все будет хорошо. Но это же глупость, и ты же умный, ты доктор наук, ты бизнесмен, ты не будешь заниматься этой ерундой. А на самом деле что такое счастливая одежда? Это психологическая настройка на победу. То есть ты понимаешь, что если ты оденешь этот свитер, все будет хорошо. Ты настраиваешь себя на это. Это чувство. Это не как доказать умом невозможно. Ну, как доказать умом? Можно доказать умом, что если ты наденешь этот свитер, ты заключишь хорошую сделку. Но этого нет логики. А если чувство есть, чувствам надо доверять. Вот это, мне кажется, очень важный момент. И именно чувство позволяет отделить желание от прихоти. Понимание того, что без этого дела, без этого человека, без этой женщины я не смогу. Это очень важно. Что является ориентиром? Желание. Хочу, не хочу. Желание – это чувство. Очень часто, если там нас смотрят бизнесмены, вот надо сделать там какую-то заключить сделку. Такие случаи очень бывают, и люди ко мне приходят с таким. Вот надо заключить сделку. По всем параметрам хорошо, но не лежит душа. Что такое не лежит душа? Это какие-то глупости. Что это такое? Не лежит душа. Вот же у меня расклад, вот все мои аналитики сказали, что надо делать. А я не хочу. Если категорически не хочет, не надо делать чувство истинной головы. Потому что, мне вообще кажется, что интуиция – это способ Бога разговаривать с нами. Это какая-то божественная история. Если вам сверху говорят – не надо этого делать, не надо этого делать. Потому что все аргументы – за. А вот чувство говорит – значит не надо. И люди, которые могут доверять своей интуиции, это не значит, что это люди, которые доверяют своей интуиции, даже наплевать на анализ и так далее. Это тоже все важно и все, но интуиция первична. Люди, которые умеют доверять своей интуиции, они добиваются в жизни очень многого. И есть огромное количество примеров и в истории бизнеса, например, про то, как люди… Ну, например, как джинсы изобрели, известная история, как человек хотел делать паруса, а парусов не было, было очень много, и из-за этого материала он решил сшить себе штаны. Штаны показались ему очень хорошими, и он соседу сшил, потом он стал Левисом Страусом, и как бы это стали знаменитые джинсы. Он не было логики никакой, чтобы из парусиновой ткани сшить штаны, логики не было, потому что никто не делал, а чувство было, что надо так делать. Также, например, Икея была изобретена, когда человек понял, что нужна мебель, которую можно разбирать. Он говорит, да никто не будет собирать машина сошли, все приезжают в магазин мебельный купить готовую вещь, а тут как-то разобранная. Ну, дальше что получилось известно. Вот я беру такие классические примеры, короче говоря, самое главное, доверять своему желанию, доверять своей интуиции. Мы сегодня коснулись вот сейчас буквально темы веры. Я, насколько понимаю, вообще человеку сейчас жить достаточно непросто. Во-первых, он действительно тонет в информационном потоке, и этот информационный поток настолько разный и по качеству, и по содержанию, и действительно очень много мусора в этом во всем, и человек захлебывается. Ну, безусловно, потому что нет фильтров, нет подготовки какой-то, нет защиты обычной, иммунитета. И те социальные штампы, о которых вы говорили, для меня это тоже очевидная проблема, то, что действительно нужно быть успешно успешным, нужно зарабатывать много денег. Но никогда не учитывается индивидуальность человека, а, собственно говоря, все как-то масс-медиа настроены на то, чтобы, по большому счету, делать из некоего индивидуума, делать некоего солдата, робота, члена социума, который, ну, по большому счету, выполняет некие свои социальные роли в интересах, опять же, ни пойми кого, кто, наверное, стоит над социумом в определенной степени. И так интуиция, но, тем не менее, вопрос веры. Ведь интуиция тоже иногда подводила, ну, многих людей, и всех, наверное, подводит время от времени. И по поводу вот талисманов, амулетов, про которые вы сказали, я тоже с этим сталкиваюсь, у меня тоже есть определенный свитер, на самом деле именно свитер, который я даже не понимаю, почему, но как-то мне с ним проще, я с ним чувствую ощущение победы, вкус победы и ощущение спокойствия и уверенности. Это все-таки основывается на какой-то моей вере, вот в эту конкретную вещь, или что-то имеет все-таки какой-то некий, там, божий промысел, что называется? Вы сказали очень много всего, и я хочу по этому поводу сначала тоже сказать, знаешь, по поводу информационного потока. Я еще раз хочу сказать, что мы живем в том мире, в котором хотим, а не который нам дают. Когда во всем мире, во всей России была эпидемия холеры, у Пушкина была болдинская осень, он не мог выехать из Болдина, потому что была эпидемия холеры. Он начал работать, и это стало не печальным событием в его жизни, а наоборот радостным. Есть история про Виктора Франкла, выдающегося психолога, который не эмигрировал во время войны, сидел в Освенциме, и своей волей этот еврейский человек превратил Освенцим в лабораторию, в которой он изучал людей в пиковой ситуации. То есть, хотите тонуть в информационном потоке, тоните, не хотите, не тоните. Это выбор человека. Жить всегда тяжело. Не было такого времени в истории мировой, когда можно было сказать, о, как мы хорошо живем, прекрасно. Всегда, а при Иване Грозном легко, что ли, было жить? Вообще, жить трудно всегда, но человек гораздо больше может руководить процессом вокруг него, чем ему кажется. Никто не заставляет смотреть телевизор, сидеть в социальных сетях, никто не заставляет. Хочешь сиди, хочешь не сиди, это твое дело. Что касается вашего вопроса по поводу свитера, я не знаю, что это такое. Но я не знаю, божья воля или не божья воля, но я знаю, что среди... Ну, это такая очень важная психофилософия, часть ее психологическая настройка, потому что все решает, все в любом деле решает психологический настрой. У меня в свое время такой теннисист Южный мне рассказал, что в мире 20 теннисистов, которые, в общем, одинаково играют. У них одинаковая подача, они одинаково играют одинаково. Один первый ракетка в мире, другой двадцатая. А как только начинаются тесты на физику, на все, все одинаково. Почему? Один может настроиться, другой не может настроиться. И все. Один умеет настроиться на победу, второй не умеет. Вот эта долгая история про то, как настраивать мозги, как настраивать чувства, как настраивать... Это долгая история. Но одна из частей психологической настройки – это счастливая одежда. Когда вы надеваете свитер ваш счастливый, вы понимаете, что все будет хорошо. И все, как правило, случается хорошо, иначе бы этот свитер не был бы счастливым. Другое дело, что это надо доводить до абсурда. То есть, все в моей жизни будет хорошо, если я три раза перепрыгну через голову. Вот это до абсурда доводить не надо. Но какая-то часть элемента счастливой одежды, мне кажется, это должно быть. Идет ли это от Бога или это идет от нас самих, я не знаю. Но я знаю, что это в настройке очень помогает. Мне очень нравится ваш подход или ваше разделение понятий вера, верования, религии. Можете раскрыть и эту тему? Ну, с точки зрения психофилософии, вера означает ощущение человеком того, что он живет в присутствии Бога. Вера и воцерковленность – это разные вещи. Есть люди, которым церковь очень помогает обрести веру, и они не могут без этого. А есть люди, которые могут частично быть воцерковленными. И мне кажется, что, с моей точки зрения, верующий человек – это человек, который любит Бога, то есть людей. Есть несколько признаков верующего человека. И вот если человек так… Я знаю, вот когда ко мне приходят на консультации люди, то я очень часто… Я всегда спрашиваю, верующий ли вы человек, потому что помочь человеку, верующему и неверующему – это разные подходы. И человек говорит, нет, неверующий. Он имеет душу, он не ходит в церковь. А потом, когда ты начинаешь с ним разговаривать, выясняется, что он абсолютно к миру и к Богу и к людям относится как верующий человек. Но в церковь не ходит или ходит редко. Вот мне кажется, это такой тоже момент важный. Я считаю, что в церковь ходить нужно, и я сам хожу в церковь, и это все необходимо. Но мне кажется, что самое главное для верующего человека – любить людей. Это то, собственно говоря, что завещал Христос – любить людей вне зависимости от того, враги они твои или друзья. Это очень тяжело. Это очень здорово теоретически, а практически это очень тяжело, потому что любить людей в метро, когда ты едешь в час пик – очень трудно. Любить человека, который тебя подрезает на машине – очень трудно. Но вот это, мне кажется, и обозначает в главном веру. И еще относиться к людям как к рабам Божьим, то есть одинаково. Дети приезжают на дачу олигарх на машине. Взрослые начинают любить олигарха. А ребенок будет относиться к олигарху или к водителю в зависимости от того, насколько они интересны. Если водитель окажется интереснее олигарху, ребенок будет общаться с водителем, ему наплевать на это. Вот это, мне кажется, позиция верующего человека – относиться ко всем людям одинаково, вне зависимости от того, чего они смогли добиться в жизни. Еще, мне кажется, очень важно, еще две вещи, которые, кому взят, характеризуют верующего человека. Первое – это понимание того, что мир не хаотичен, что мир существует по своим законам. Например, если ты делаешь зло, то оно к тебе… Вот есть позиция, что если ты делаешь зло, оно к тебе возвращается как результат. Есть позиция, что оно к тебе возвращается как наказание. Но ты должен понимать, что мир организован. Собственно говоря, если мы имеем в виду, что есть Бог, мы понимаем, что мир организован. И еще четвертая очень важная вещь – верующий человек понимает, что земную жизнь в жизни заканчивается. Потому что, если это не так, тогда Островский, жизнь дается один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было… Очень больно, очень больно, очень больно. То есть все хватает. То есть сейчас можно сказать, что надо все хватать. А если ты понимаешь, что дальше это все и начнется, что ты предстанешь перед Богом или там в разных распоряданиях по-разному, то ты иначе живешь. То есть человек, который понимает, что жизнь кончается на земле, и человек, который понимает, что жизнь не кончается на земле, они живут по-разному. Мне кажется, вот это и определяет позицию верующих человек. Фактически говоря, вы сейчас упомянули детей и их реакцию. То есть они, видимо, самые чистые, ровно потому, что им пока не нужно играть никакие роли, они живут на своей интуиции, которая, собственно говоря, некая божественная инстанция. И потому они наиболее откровенные, они наиболее честные, и это совершенно неоспоримая история. С точки зрения психофилософии идеалом человека является младенец, потому что если рассматривать людей сильный, слабый, то младенец слабый, его можно просто… Если критерием истинности является, насколько человек искренний, тогда младенец идеал, потому что он никогда не врет. Плохо плачет, хорошо улыбается, хочет есть, конечно, хочет есть. Чем старше становится человек, чем меньше в нем божественного и тем больше в нем социального, чем больше в нем… Это неплохо, но это просто так. Чем больше в человека социального, тем больше на нем маска и тем менее он искренний. И дальше целая такая история, это психофилософская педагогика, как сделать так, как научить родителей, это отдельная такая тема, учиться у детей. Потому что у нас мы вообще про это не говорим никогда, потому что мы почему-то исходим из того, что мы все понимаем, мы такие крутые, умные, прекрасные взрослые, которые создадут тот мир, который есть, а он, мягко говоря, несовершенен. И мы должны научить детей быть такими же гадами, как мы. И, собственно говоря, мы этим занимаемся. Сейчас пишу книжку, которая называется «Педагогика наук, которой нет». Мне кажется, что педагогика – это история, которая привела мир к тому, к чему он пришел. А именно это, что такое педагогика? Это история про то, как одни люди адресируют других людей. И в результате, вместо того, чтобы учиться чему-то у детей, а при этом чему-то их учить, мы тупо их начинаем воспитывать и начинаем их учить. И в результате мы получаем тот мир, который получаем. Потому что дети, они не просто не то, что лучше или хуже, они просто совсем другие существа. И я в свое время, как на работу ходил во двор своего дома, где детский сад, я наблюдал за детьми. Вот, ну, например, ребенку три года, например, я не знаю, сколько примерно, он делает куличики. Старший мальчик их уничтожает. Самая разная может быть реакция. Начиная от того, что он заплачет, и заканчивая, что он не обратит на это внимание, он пойдет делать другой ключик. Если человеку пять лет, реакция одинаковая, он дает в морду тут же. Его уже научили. Тебя обидели, обидел в ответ. И вот таких примеров того, как… Я не хочу сказать, что человек портится, потому что жить в социальном мире не может, на социальном мире стоять из Недей Мышкиных только, так не может быть. Поэтому, конечно, люди обретают какие-то навыки, но вот это навык, то, что мы даем детям социальные навыки и не учимся у них божественным навыкам, мне кажется, это очень печальная история. Знаете, такая тема интересная, которую вы сейчас затронули. Я так думаю, что огромное количество сейчас людей, которые смотрят нас, и как раз интересует этот аспект взаимоотношения родителей и детей. Можно все-таки как-то чуть поближе к этой теме приблизиться? Самая главная ошибка родителей состоит в том, что они не понимают, что дети – это люди. Они теоретически это понимают, практически нет. Есть очень простой закон. Общайся с другими так, как ты хочешь, чтобы общались с тобой. Если дети будут общаться с нами так, как мы с ними, мы сойдем с ума через два дня. Если мы будем постоянно делать им замечания, например. Если мы будем кормить, если они будут нам делать замечания, если они будут нас кормить не вкусным, а полезным, если они будут говорить «пап, тебе зато на работу, перестань смотреть телевизор». Ну, это мы сойдем с ума. Мы не доверяем детям. Вот сейчас я тут, семья моих друзей, я просто, ну я не могу сказать, я просто радуюсь, невероятно. Вот у них маленький ребенок, ему 4 года, он делает, что хочет. Вот он делает, что хочет. Потому что мы принесли блины, он их ест руками, ему так удобнее. Ему никто не говорит «Ешь вилкой». Он научится есть вилкой. И растет свободный, нормальный человек. Но это редчайший случай. Я с дочкой своей подруги, мы решили посчитать, через сколько, какие промежутки времени между замечаниями, которые делает ей мама, могут пройти. Оказалось, что мама делает замечания каждые 3 минуты. Она этого не замечает. Она говорит «Ты подумала, что сказала? Ты руки вымыла? А ты зачем ешь это? Это слишком жирно». Если мы поймем, что дети – люди, и начнем к ним относиться как к людям, как к равным, с самого начала, с того момента, как он родился, будет принципиально иной человек вырастать, и будет принципиально иное общество. Так никто делать не будет. Потому что гораздо проще делать замечания. Кроме всего прочего, мы страна закомплексованных людей в силу разных причин. И ребенок – это потрясающий способ реализовать свои комплексы. Потому что рядом с тобой живет человек, который всегда тебя будет слушаться. Ты ему скажешь «Одень шапкун, надень ты». Ты ему скажешь «Иди завтракай». Это длится лет до 14, когда ребенок говорит «Все, шандец, больше не могу». И тогда начинается переходный возраст. Это такая, на мой взгляд, не просто серьезная проблема, а это самая главная проблема. Но она, к сожалению, не решается. И я очень часто, очень часто ко мне приходят родители на консультацию с проблемой детей. Очень часто я выступаю с лекциями про воспитание. Теоретически все взрослые говорят «Ребенок – это человек». Практически, когда ты начинаешь говорить, как они общаются с ребенком, понятно, что он для них не человек, а объект для воспитания. Каким вы хотите видеть своего ребенка? Счастливым. Окей. А когда вы его за двойки ругаете, вы думаете об этом? А когда вы его спать укладываете, недавно смотреть футбол, вы думаете об этом? А когда вы за него принимаете все решения, вы думаете об этом? Теоретически все прекрасно. Практически дети – самый обиженный и обездоленный в нашем обществе слой людей. Очень хорошо вы сказали про педагогику как науку, которая не существует. Но опять же, в рамках того, что вы говорите, понятно более-менее как на индивидуальном уровне в отношении родителей и детей. А вот как быть на уровне, условно говоря, школы, класса, когда есть социум? Спасать детей от школы. К сожалению, все мои книжки про воспитание, они все обращены и будут обращены к родителям, потому что у нас нет системы образования. То, что мы называем школой, школой не является. Поэтому задачи родителей две. Если это большой город, где есть выбор, найти лучшую школу, найти лучших педагогов. Когда мы говорим о том, с 1 по 4 класс ищется не школа, а учитель, потому что он один. Когда мы говорим о том, с 5 по 11 класс, тогда ищется школа. Есть и в Москве, и в Питере, и в Новосибирске, и в Екатеринбурге, в больших городах есть хорошие школы и хорошие учителя. Если не удалось это найти, то спасать ребенка от школы, от школы ребенка надо спасать. Надо очень хорошо понимать, что система оценок – это система унижения человека и больше ничего. Именно поэтому оценки во взрослую жизнь не попали. Во взрослой жизни оценок никто не ставит. Во взрослой жизни дают зарплату и премию. Представить себе, что после каждого эфира программы наблюдателя меня вызывает руководитель канала и говорит, ну три тебе сегодня. Это невозможно. Вы ловите такси, вас таксист доводит, вы не ставите ему баллы. Почему это не попало во взрослую жизнь? Потому что это система унижения. Поэтому, когда родители начинают ругать ребенка за то, что он получил четверку, а не пятерку, тройку, это совершенно ужасно. Задача родителей в отношении школы – защищать своего ребенка. Первое. Второе. Надо понимать, что если мы хотим, чтобы ребенок был образованный, умный и счастливый, это могут сделать только родители. Школа этим не занимается. Есть, еще раз повторяю, есть уникальные школы и уникальные учителя. Есть учителя, учителя, я говорил, брал большой такой интервью в Доме литераторов у замечательного актера Антона Шагина, и он рассказывал, что его учительница увидела в нем актерский талант, у него там погибла мама, у него была такая тяжелочная история, и она его отвела в драматический кружок, и она его послала в Москву. Ну, бывают такие люди, ну, конечно, бывают. Я всегда говорю, что есть инспектора ГИБДД, которые не берут взятки. Есть, есть. Но говорить, что это системы нельзя, к сожалению. Вот то же самое с учителями. Есть учителя? Есть. Есть учителя из школы, вообще учителя это люди святой профессии. Но в целом, если мы говорим про систему, надо исходить из того, что за ребенка отвечает не школа, а вы лично. И вы должны сделать так, чтобы этот ребенок был счастливым, умным и образованным. Андрей Маркович, ну, опять же, не все живут в больших городах, не у всех есть выбор хороших школ, или, опять же, имя же теперь становится все-таки информационным полем, а не фактом. И вопрос такой, может быть, все-таки, опять же, в системе психофилософии наиболее приемлемый способ – это учить индивидуально, учить через... Дело в том, что школа не учит тому, что она декларирует, а учит всякому другому. Например, школа учит умение общаться с начальством. Дети через 11 лет очень хорошо умеют понимать, как общаться с начальством. Школа учит некой социализации. Если ребенок в каком-то там возрасте, не знаю, в 9-10 лет... Это целая, кстати говоря, тоже история про то, как найти призвание, это целая история. Пистолуца, про которую я писал книжку, считаю, что призвание надо найти в 5-7 лет. Но я думаю, что сейчас, при нынешнем, как вы говорили, потоке информации в 7-10 лет... Если в 10 лет ребенок понимает, что он будет футболистом и ходит в футбольную... И социализируется там, то тогда домашнее образование замечательно. Если у него нету возможности другой социализироваться, кроме как школу, тогда нужно отдавать школу, понимая, что вы отдаете его не для того, чтобы он научился арифметике русскому языку, а чтобы он научился общаться с другими людьми. Это же тоже очень важный урок, который нужно откуда-то брать. Но все, что касается собственных знаний, подавляющее большинство школ, собственных знаний научных и так далее не дают. И это надо очень тоже хорошо понимать. А как дальше высшее образование? Там другая совсем история. Потому что человек, который поступает в институт, он выбирает его. Это осознанный выбор. Я хочу быть математиком, я иду... Я хочу быть там... А школа неосознанный выбор. И школа, которая у нас есть, Пистолуца называла антипсихологическими. Почему? Потому что в институте вы учите те предметы, которые вам нужны для будущей профессии. Ну, в основном. Еще я тоже, я помню, что я учил предмет, который назывался анализ экономики сельскохозяйственных предприятий. Скажем, при советской власти такое было. Ну, в общем, там давали в общем знания, которые нужны. А в школе тебе дают невероятное количество знаний, которые тебе не нужно совершенно. Черниговская совершенно замечательно говорила про ЕГЭ. Что такое ЕГЭ? Она говорит, представьте себе ЕГЭ в джунглях. Все по-честному. Задача. Залезь на дерево. Задача для всех одна. Задачу эту выполняет тигр, крокодил, птица, обезьяна. А задача одна. Вот так ЕГЭ происходит. Люди совершенно разными мозгами должны сдавать один и тот же предмет. А у одного есть склонность к иностранному, а у другого нет. В институте такого не происходит. В институте человек должен, если он так не сделает, его проблема, он должен выбрать то, что ему нравится, и он будет изучать те предметы, которые ему необходимы для этого. Мой младший сын с большим трудом окончил школу, поступил в высшую школу сценических искусств Райкина, в институт театральный, и там идет на красный диплом. Потому что в школе он учился не понимая зачем, а тут он понимает зачем. Я помню, на первом курсе он сдал все на пятерке, одна была четверка по какому-то там по истории, по-моему, театра. Он сказал, я буду переиздавать на пятерку. Я говорю, ты что, четверка, это прекрасно, мне неловко, мне неудобно. Другой, уже другой подход, ты уже, ты делаешь то, что тебе дальше будет нужно в жизни. Это другая совсем история института. Это парню повезло, он просто почувствовал, где его волна, где его призвание. Он не просто почувствовал, он почувствовал, и это на самом деле надо понимать, что призвание это желание, и все, призвание это желание что-либо делать. И есть целая система, созданная мной на основе теории пистолуции, принципа природосоответствия, такая целая система, как помочь ребенку найти призвание. Это можно сделать всегда. Да, я абсолютно убежден, что Господь создает только солистов, а массовку мы все сами превращаем. Это всегда можно сделать, всегда можно помочь ребенку найти то занятие, которое ему нравится. И другой вопрос, что для этого нужно ребенку доверять, для этого нужно понимать, что ребенок может выбрать то, что вам категорически не нравится. Я совершенно не мечтал, чтобы мой сын был артистом. Я же вменяемник, мне кажется, человек, ну, все понятно, мужик, артист, но вот ему настолько это было интересно, настолько это нравилось, что когда он этим стал заниматься, его стали в этом поддерживать. И вот он с огромным удовольствием этим занимался. Он четыре года первый раз вышел на сцену, сам причем. Он нашел народный театр сам, нянечку туда привел. И вот он 16 лет, сейчас мы 20 лет, он 16 лет занимается актерской профессией с огромным восторгом, радостью и так далее. Это всегда можно делать. Другое дело, что родители считают и начинают вообще думать не о призвании, об институте, куда ребенок будет поступать. И начинают они об этом думать не в 10 лет, не в 8 лет, а в 16 лет, в 17 лет. И я знаю случаи, когда ребенка отдавали в институт, потому что он близко к дому. Это забавная такая тоже история. Да, забавная. Ну, то есть она забавная и трагическая одновременно. Вот. И просто этим не занимаются родители. Но если этим заниматься, если вот... Я просто не могу сейчас долго рассказывать про эту систему, но она есть, она там... А в какой книжке она описана? Она описана в книжках «Как превоспитать трудных родителей», такая у меня есть книжка, и в книжке «Пестолосца-21». Она достаточно простая, но просто она такая вот объемная. В любом случае, вот что я хочу сказать родителям, в любом случае, что поиски призвания – это, а, дело – это дело, и, б, это совместное дело ребенка и родителей. Совместное. Ребенок сам не сможет, а родители сами не должны. Когда ко мне приходят на консультацию, это подлинный случай, папа и говорит, у нас же такая проблема в семье, мама считает, что сын должен быть стоматологом, а я, что, юристом, что нам делать? Я говорю, а вы сына спрашиваете? Он говорит, зачем? Да мы ему скажем. Вот это вот недопустимо, потому что человек – это, ребенок – это человек, это живое существо. Вот, когда я к этому относиться, как делаю, вместе это все делать, то это, то можно получить результат, понимая при этом, что призвание – это невозможно заработать деньги или славу, а возможность заработать счастье. Потому что человек, который делает любимое дело, у него 50% счастья есть, другие 50% – это семья. Но, то есть, поиски призвания – это обеспечение 50% счастья. Мне кажется, это неплохо. Поиск призвания вообще на тема настолько интересная, что на ней все равно хочется притормозить. Потому что очень много людей, которые сейчас нас смотрят на экранах, на своих, они думают, ну да, я своим детям задавал много-много раз вопрос. Что ты хочешь в жизни? Скажи мне, куда ты предполагаешь идти дальше? Какой путь выбрать? И дети очень часто, и, наверное, чаще всего отвечают скорее, я еще не решил, я еще не знаю. Вот с этим-то как быть? Неправильно поставленный вопрос. Как поставить? Что тебе больше всего нравится в жизни делать? Тебе нравится играть в компьютерные игры? Приходит мама, проблемы с ребенком, не могут оторвать от компьютера. Приходит, ну, сначала с мамой, потом приходит ребенок. Потрясающе, классный, такой Гарри Поттер, замечательный. Я ему говорю, слушайте, а вы не хотите делать компьютерные игры? Он говорит, а можно, что ли? Я говорю, понимаете, что игра в компьютерные игры – это не профессия, а делание компьютерных. Он говорит, да, наверное, я могу делать. Что тебе больше всего нравится в жизни? И давай посмотрим, может ли то, что тебе больше всего нравится, стать в твоей профессии. А не чем ты хочешь дальше заниматься. Вопрос, чем ты хочешь дальше заниматься, пугает очень ребенка. Ребенок думает, да, никогда еще дальше. Ты что там, я пока еще в школе учусь? Дети не понимают, им никто не объясняет, и почему, кстати говоря, это такая большая вина школы, что призвание – это желание. Они этого не понимают. Они не понимают, что если даже взрослые не понимают. Там вот ко мне пришла женщина, которая не может найти себя, а я твердо знаю, что желание что-либо делать есть у каждого человека, даже когда человек этого не осознает. Мы час не валандались, действительно, вроде ничего нет. Я говорю, а вы сейчас придете домой, что будете делать? Я говорю, она говорит, я пойду с собаками гулять. А у вас много собак? А вы не хотите собачий питомник делать? Говорит, действительно, можно сделать собачий. Ей не приходит в голову, что можно не просто держать дом четырех собак, а делать собачий питомник. Ей не приходит в голову. То же самое происходит с детьми. Они очень часто не понимают, что футбол может стать профессией, актерством может стать профессией. Есть еще такая ошибка родителей, им кажется, что дети должны заниматься тем, что у них хорошо получается. Они говорят, вот наш ребенок строит рожи, он будет артистом. Артист – это не человек, который строит рожи, артист – это человек, который долго репетирует, который… Вот если нравится это ребенку делать, значит, он может быть артистом. Есть дети, которые у меня старший сын, с детства, с трех лет, он знал все марки машин. И я не знал, а он знал. Тогда как раз стали появляться все киномарки, ему сейчас достаточно лет, вот он стал этим заниматься. Это видно всегда. Другой вопрос, почему вот то, что я говорю, основанное на методе природы соответствия, Пистолоция, Пистолоция – величайший педагог, абсолютно не используя, его открытие не используется абсолютно. Он говорил про то, что мы не должны идти к детям со своим представлением о прекрасном. Мы должны увидеть, что хочется им. Что как только ты это увидишь, ты начинаешь это раскрывать и все. Когда родители говорят ребенку, иди работай стоматологом, будешь счастлив. Есть иногда редко попадание стопроцентное, а иногда человек мучается потом всю жизнь. Больше всего ко мне на консультации приходят родители с детьми, а на втором, второй, третий, серебряный брон, да, есть две проблемы. Это любовные треугольники, квадраты и п-п-п-п. А вторая история – это женщины, как правило, 35+, которые хотят менять профессию. И они хотят менять профессию, потому что когда-то родители сказали, я руковожу офисом, будь у меня в офисе, и ты будешь у себя все в порядке. А она хочет быть художником. А ей никто не объяснил, что призвание – это желание. И она мучается, не так давно была женщина, она мучается из-за этого. И не знаю, как с папой поговорить, у нее все хорошо. Это, кстати, у меня было давно уже один из первых случаев, когда вот так вот пришла проблема женщина, и мы решили, там, долго решали, как мы папе объясним, что она хочет быть художником. Первое, что она сделала, это для нее был невероятный шаг. Она продала Мерседесу, купила Мазду. Это было решение такое, что я больше не буду жить обеспеченно. Без машины не могу, но машина будет там значительно хуже, потому что я хочу делать то, что я хочу делать, а то, что я хочу делать, не будет мне приносить деньги. Очень важно не диктовать ребенком выбор, не диктовать. И очень важно ребенку с детства, с 6-7 лет, объяснять, насколько важно призвание, и что это быстро будет, это скоро, это не то, что когда-то. Ребенок, который в школе, желательно в первом, но хотя бы в пятом классе, знает, чем он будет заниматься, ему гораздо проще все то, что происходит в школе, переживать. Гораздо проще. Во-первых, он знает, какие предметы нужны, какие не нужны. Во-вторых, у него есть какая-то цель. Он понимает, что мой сын с 5-4 лет ходил в разные кружки. У него была какая-то интересная, насыщенная жизнь помимо школы. И благодаря этому мы смогли школу с минимальными потерями пережить. Это очень важно призвание. Это вообще, если говорить о том, что должны делать родители с детьми, как правило, говорится о том, что мы хотим воспитать счастливого человека. А самое главное, помочь ребенку найти призвание. Катерий Маркович, у меня к вам сразу столько вопросов возникло. Но неожиданно я увидел, что время эфира – это уже практически стекло. Одна минутка буквально на какие-то такие общие добрые советы всем, потому что уровень ваших знаний, вашей подготовки… Самое главное, что я… Две вещи я хочу сказать. Первое, я хочу посоветовать людям, это один из принципов психофилософии – слушать всех, слушать только себя. Не слушать никого, кроме себя. Всех надо слушать, и меня, в том числе, и вас. Но слушать только себя. И второе, если что-либо вы делаете в жизни, вопреки желанию, задуматься, надо ли это делать, и, возможно, этого не делать. Надо делать только то, что хочется. И когда люди говорят, что это невозможно, я могу вам сказать, что это возможно, и это доказывает не только моя жизнь, а вообще жизнь огромного количества людей доказывает, что делать надо то, что хочется. Все люди, которые оставили в истории след, все – политики, писатели, врачи, все – это люди, которые делали то, что им интересно. Они делали то, что им интересно, и таким образом оставили свой след в жизни. И это пример, которым можно следовать. Андрей Баркович, огромное спасибо за очень интересную беседу. Спасибо вам. Коллеги, до новых встреч. У нас в гостях был Андрей Максимов, человек крайне разносторонний, творческий и очень интересный и полезный. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.